Острого дня, господа нажиманы! С вами снова Алексей Пономарев и ножевая колонка Knife News. В галерее замечательного фотографа Алекса Дельфа увидел крутейший фронт-флиппер от Нилундов. Это довольно дорогое и интересное изделие с полностью бронзовой рукоятью. Действительно очень классно, что чаще-чаще в ножах появляются бронзовые и прочие цветные металлические рукояти. Да, наверное, это не очень легкий вариант, но очень интересный и со временем очень круто. Эта бронза покрывается патиной, ему можно полировать, выполировывать, специально патинировать в парах аммиака или в чем-то еще. И это нож, который вот живет своей отдельной жизнью. Здесь интересный красивый дамаск и клинок, который я бы скорее назвал шипфутом, потому что все-таки острее вот такой скос сверху имеет. На этом клинке есть фальш-лезвие и, как вы видите, это пакетный дамаск, двухпакетный, скажем так. У него есть линия сварки прямо посередине. Почему вдруг отслисарилось так, что спуски выше, чем эта линия, я не знаю. Но, в принципе, смотрится очень-очень красиво. Мне бы, наверное, как перфекционисту хотелось бы, чтобы линия сварки была ровно по линии схождения голомени и начала спусков. Но здесь автор, кузнец или как его там, решил именно так. Отдельно, конечно, радует подгонка всечки в рукоять. Эта самая деталь, которая нам кажется тоже дамасковой, очень тонко подогнана именно к этой бронзовой рукояти. Она гладенькая, все заподлицо, нигде микрона не проскочит. Но у меня появился вопрос, что же это за материал такой на этой самой вставке. С одной стороны, хочется сказать, что это дамаск. С другой стороны, мы видим здесь бронзовую прожилку. Значит, это макумы. Но макумы бывает только желто-красный. А здесь еще и белые элементы какого-то, видимо, никеля. Хотя, возможно, это все-таки серебро. Очень хотелось бы услышать комментарий от автора этих фотографий. Ну, от автора ножа мы вряд ли увидим комментарий. А вот Алекса попрошу, наверное, откомментировать, что за зверь такой в этой самой вставке. Вокруг осевого опять деталь бронзовая. Скорее всего, это фрезеровалось все в едином куске металла. А потом только вкладывалась эта вкладка из непонятного мне металла. Нож интересный, крутой, однозначно дорогой, но очень-очень красивый. Не смог пройти мимо. Пару лет назад компания Cold Steel выпустила АД-10, десятую модель Эндрю Демко. Большой, страшный, ужасный нож, который сразу, ну, сказали, убийца Спартана. Сколько раз пытались убить Спартан, ни у кого не получилось, даже у самого Демко. Но АД-10 очень популярная штуковина. В базе у него С-35 на клинке и Ж-10 рукоять. Но стоит он по сейчасшним временам в России 18 тысяч рублей. А тут колды выкатывают серию Light. Ну, как Light? Я посчитал, подумал, вот по всем дилерским движениям, получается, что он 10-12 все равно будет стоить. Но 10 это же не 18, уже приятно. Клинок здесь будет, как у всех Light серий, АУС-10А. И рукоятка будет, скорее всего, из Zetel. То, что она точно пластиковая, какой-то там Grivery или все-таки Zetel или еще какой-то стеклонаполненный нейлон, это однозначно. Причем фактура у него получается не такая гладкая, как на Ж-10, а немножко под дерево. Может быть, кто-то им сказал, что Ж-10 слишком скользкая, поэтому они добавили вот этой фактуры, как будто это кора дерева или что-то подобное. Держаться в руке он будет значительно интереснее. Размеры у него будут ровно такие же, как у старшей серии. Родной и всеми любимый триадлок на замке. Замок триадлок – это супернадежно, это суперпопулярно и вполне удобно для правши и для левши. Кстати, про левшу-правшу. Здесь есть клипса, и я подозреваю, что она переставляемая, потому что с одной стороны три винта, с другой стороны три винта. Но клипса держится на двух винтах, и теоретически, если ее перевернуть, то она в другие точки приходит, но все равно. Она же прямая, и она нормально, значит, сядет для левши. Хотя такие большие ножи чаще всего носят в каком-то большом таком чехле, в кобуре даже, я бы сказал, и только оттуда им оперируют. Нож, тот, который в G10 и в S35 продается широко уже пару лет, а вот этот самый лайт, надеюсь, уже осенью поступит в широкую продажу. Штуковина классная, будет тоже открываться инерционно, также инерционно закрываться и точно найдет своих покупателей. Вот в старшем варианте я могу сказать, что Cold Steel не смог бы победить Spartan, а вот здесь за десятку, а вдруг еще и в цене, ну плюс-минус 300 рублей от Spartan, вот тут, возможно, AUS-10 наконец-то его и потеснит. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, вообще возможен ли такой нож, который в этом сегменте способен вытеснить Spartan с его первого заслуженного места. Чуть не забыл, совсем идеальная история. Этот лайт еще будет в варианте Tanto, и это отдельно прекрасно. И Drop Point, и Tanto, надеюсь, ждем этой осенью. В иностранных интернетах увидел интересный нож, который называется Kiwi. Ну, правда, а как его еще назвать? Настолько передана харизма этой самой маленькой птички с вот таким носом, что прям, ну вот, улыбаешься. Классный, интересный нож, и однозначно он очень удобный, потому что вот это утолщение к задней части рукояти, вот эта тонкая талия, острый клюв, вот все передает эту самую птичку. Рукоять, кстати, из карбона. Мало того, что из карбона, она еще и со вставкой из карбона. Здесь какой-то суперточный ЧПУ, потому что я не верю, что в рукопашную можно сделать такие подгонки. И на раме обычного карбона вставки идут с карбоном цветным. У него есть какое-то хитрое название, у меня вылетело из головы. Если помните, напишите в комментариях, как называется карбон с вот такими золотыми прожилками. Этот нож тоже будет удобен левше-правше, потому что это нож на бэклоке. У него высокие спуски, у него вогнутая режущая кромка, еще тот от заточника, но ножичек однозначно крутой. Я бы, честно сказать, себе такой хотел. По материалам, к сожалению, ничего сказать не могу, информации не нашел. Но, судя по травлению, вообще готов подозревать, что это какая-то злая углеродка. Кто их там, этих иностранных кастомайзеров разберет, они углеродку с удовольствием ставят и на очень дорогие одиночные варианты. Ну и, конечно, клипса. Клипса здесь проволочная с хитрым монтажом. Такое ощущение, что она где-то изнутри крепится. Эти клыки заходят прям под вот эту вставку из цветного карбона. И вообще нужно полножа разобрать, чтобы избавиться от этой клипсы или, наоборот, ее поставить. Переставляется она на другую сторону или нет? Думаю, все-таки нет. Мастер, который собрал этот нож уже в двух вариантах. Как вы видите, здесь разные вставки на одном, на другом. Все-таки их как минимум два. Он в иностранных интернетах присутствует. Я напишу его никнейм в описании этого видео. Если захотите, загуглите и его найдете. Друг Нажиман, не забывай подписываться на мой канал, жать клавишу подписации и колокольчик для всех оповещений. И, конечно, подписывайся на нашу уютную телегу. В телеграме называется чатик Бруталика. Там все посты выкладываю я. Обычно очень живое обсуждение, интересные всякие акции, секретные предложения. И вообще там интересно и весьма выгодно. Телеграмм Бруталика. Подписывайся. Несколько выпусков назад я нахвалил Юстуса Алексея Владимировича Дементьева, который начал делать автомобильные складни. И, наконец-то, несмотря на то, что он очень скупо выкладывает свои работы в процессе, вот маленькое видео о том, как собиралась титановая рукоять, какая она была, наконец-то я дождался, что первый Феррари вышел у него в нормальном видеокачестве. И это суперкрутой нож. Как вы понимаете, это титановая рама. Вся эта вот красная красота, это эмаль, ювелирная эмаль. И, конечно же, щиток, на который, скорее всего, будет эмблема Феррари, из золотого чопика. Очень классный крутой нож, который мне понравился еще на стадии эскиза. Если не лень, полистайте назад. Может быть, в каком-то выпуске там 438, например, вы увидите, как это выглядело просто на бумаге. Вот так это выглядит вживую. Порошок на клинке, потрясающая механика и супер пойманная харизма того самого автомобиля, о котором мечтали все мальчишки на всех континентах этой планеты. Для тех, кто в танке, повторю, Алексей Владимирович Дементьев, он же Юстус. Обязательно найдите этого человека в интернетах, подпишитесь в любой социальной сети, потому что это один из лучших мастеров, которые являются нашими с вами современниками. Таких мастеров по пальцам перечесть. Потрясающий нож, всегда слежу за его творчеством. Работой это не назвать. Это истинное ножевое творчество. У небольшого, но очень дерзкого бренда Аркана вышел нож, который называется Буран. И дизайнером этого самого ножа является Иван Брагинец. Всегда радуюсь, когда вижу его ножи в каком-то, ну, в широком, в не широком, но в каком-то уже доступе. Эти ножи только в прототипах сейчас показаны, но уже на всяких хитрых сайтах есть некоторые предзаказы на эти ножи. Цены колеблются в данный момент на рублях где-то от 16 до 19 тысяч. Давайте смотреть, за что просят такие деньги. Во-первых, здесь М390 на клинке, а клинка здесь 95 миллиметров. Высокие спуски и интересный долг для того, чтобы открывать-закрывать этот нож, для того, чтобы написать там логотип компании и вообще, чтобы красиво было. Несмотря на то, что толщина клинка 3,65, весит весь нож всего 135 гр. А это значит, что он полностью титановый и круто фрезерован изнутри. Кстати, фрезеровки здесь весьма-весьма немало. Как вы видите, очень ломаная фактура по всем плашкам. Все это перепады, какая-то технологичность, техногенность даже присутствует в этих ножах. И потрясающая клипса, которая тоже имеет неровные очертания, что весьма прикольно, потому что обычно клипсы какие-то обмыленные или симметричные. Здесь вот такой зигзаг вполне нормально зашел. Ну и, конечно же, это фронт-флиппер. Брагинец постоянно делает фронт-флипперы настойчиво, говорит о том, что это круто, это моя фишка, у меня все практически будут фронт-флипперами. Этот самый Буран не исключение. Я бы, честно сказать, открывал его все-таки через дол. Но кому-то понравится и делать фронт-флип. Темлячное отверстие у этого ножа треугольное, прямоугольное, какой-то средней формы между прямоугольником и треугольником. А севой, ну и как шарик детента я подозреваю, все-таки керамические. Именно за это от 16 до 19 сейчас на предзаказах просят. И тут еще довольно хитрый замок. Называется он Интерфрейм. И даже компания заслала денежку Густава, тот самый GTC, по-моему, который это все придумал, запатентовал, и они обязаны везде его указывать. Это значит, что фрейм спрятан внутри плашки. И сухарь является той же самой частью, которую мы шевелим большим пальцем, чтобы снять нож со стопора. Это хитрая фишка. По-иностранному называется Интерфрейм. Не часто я его вижу, но штука довольно удобная, интересная. Подозреваю, очень сильно запатентованная и сильно недешевая для того, чтобы внедрить в свой собственный нож. Но Аркана справились, ждем их в продаже. Интересный нож от очень интересного мастера. Ну и, конечно, когда все такое технологичное, хочется немножко классики. А тут классика с каким-то налетом стимпанка. Это нож яблочный 2.0 от Геннадия Копылова. К сожалению, не знаю, когда сделан этот нож. Возможно, 20 лет назад, возможно, 2 дня назад. Но видео попалось мне буквально сегодня. Как вы видите, эта финночка собрана из рога лося. У него и рукоятка из рога лося, и ножны из рога лося. И эта самая бусинка, которая имеет стопор на шнурке, тоже из рога лося. А вот дальше начинаются технологии. Здесь два рычага с двух сторон. С одной стороны тот самый, который выщелкивает эту финку и удерживает ее же в закрытом положении. Ну, если можно говорить закрытое положение для ножа фиксированного. Когда он в ножнах, он защелкивается буквально как кортик. А потом нужно что-то там шевельнуть, чтобы она немножко выехала наверх. Ее можно было вытащить из этого жесткого рогового чехла. Да, кстати, все остальное сталь и серебро. И наконечник ножен, и все вот эти рычаги. Это все сделано в рукопашную в единственном экземпляре. Второй рычаг, как вы понимаете, это свободный, ну, жесткий подвес, но свободный от того, чтобы снимать ремень с себя. Вы, опять же, отщелкиваете, эта скоба отходит, ставите на ремень и защелкиваете обратно. Зачем это сделано? Почему это сделано? Не спрашивайте. Копылов никогда не стоит на месте. Всегда любит вот эти технические фишки. И, возможно, в этом вообще зарыта какая-то лютая древняя классика. Хотя, мне кажется, древние так не запаривались. Ну, как древние, века полтора назад, скажем так. Работы Геннадия Копылова всегда восторгают. Я пару штук держал в руках. Это высочайшее оружейное мастерство. Причем классического плана. Если Дементьев более современный дядька и идет все-таки в ногу со временем, то вот именно Копылов занимается какими-то старыми, 19-го, 18-го века изделиями. Очень интересными и, тем не менее, очень технологичными. Как вы понимаете, на фоне всех этих замочков, из чего сделана эта финка, какой там клинок, из какой стали и какого он размера, я выяснять не стал. Моя задача была рассказать про стимпанковую составляющую вот этих стальных ушей. В добавках у нас сегодня Кривулина из Техаса. Ну, возможно, не из Техаса, но показывали ее на Блэйд Шоу в Техасе. Очень интересный ламинат и довольно интересная конструкция самого фиксированного ножа. Две заклепки непонятно зачем, потому что мне кажется, что это вообще фулл танк. Но серповидное лезвие и такая красота в ковке очень-очень интересна. Мастера не знаю, надеюсь, найдете сами. А вот этого мастера мы знаем. Зовут его Игорь Леонов, и на него ссылку я тоже оставлю под этим видео, потому что такой красоты Дамаск должны видеть все. Я понятия не имею, как он режет. Я вообще уверен в том, что Дамаск в принципе плохо режет. Но для высокохудожественных изделий требуются очень прямые руки, которые умеют делать очень красивую мозаику. Что нижний со всякими вензелями, что верхний с суперчерепами. Мне очень-очень понравились. У него есть страница ВКонтакте. Зайдете, залипните на пару часов. Там реально есть на что посмотреть. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю, во всех возможных форматах. А этот выпуск со мной записывала бритва. Вы видите, я уже почти на пляжу лежу. И вот здесь у меня аккуратная маленькая бритва. Это кайдекс, это сталь. Он очень тонко сведенный и очень классно работает. Мне нравится этим ножом делать абсолютно все. Я даже салатики им рубил. Никогда никого не напугает. Никогда не будет лишним. И всегда будет очень остро работать. Бритвы эти есть в ассортименте и с серым клинком, и с черным. Ссылка на него, конечно же, в описании.